Пандемия коронавируса принесла множество неприятностей во многих сферах жизни людей. Вынужденная самоизоляция, переход на удаленный режим работы. Все это минусы. Но для тех, у кого есть хобби, это оказалось плюсом. Появилась возможность больше уделить времени любимому делу. Дмитрий Мавдрик продолжит тему. Во что может вылиться удаленный режим работы и домашнее хобби? Настоящее произведение искусства, вдохновившись случайной картинкой в сети, Татьяна сделала свою первую работу. И теперь это стало частью ее жизни. Мне стало интересно. Начала искать подробности и потом решила попробовать. Ну и как болезнь. Невозможно без этого. Со стороны может показаться, что ничего сложного. Но каждая картина это кропотливый труд, где каждая деталь играет свою роль. Особенно важно иметь видение будущей картины и уметь грамотно подобрать цвета. С подборки сочетания цветов. Цвета. Заинтересовало сочетание, допустим. Я начинаю уже накладывать на фон его. Потом думаю, что бы это могло быть. Начинаю потихонечку делать. Допустим, стебелечки там, трубочки, палочки. И потом уже сам образ появляется. А вдохновение на создание новой картины приходит буквально отовсюду. Фильмы, музыка, простая прогулка, даже фраза может стать поводом для вдохновения. На создание этой картины меня вдохновило высказывание. Автор, конечно, неизвестен. Внутри мы больше, чем снаружи. Ну, собственно, внутренний мир человека. Что часто бывает, что скрывают свое внутреннее состояние. Ну, делала больше месяца. В принципе, это самая долгая картина, которую я создавала. Создание картин нередко проходит вместе с детьми. Так дочь Анастасия не удержалась и присоединилась к изготовлению новой картины. С этой картиной Татьяна вряд ли сможет расстаться. А вот картины, представленные в группе в социальной сети ВКонтакте, можно приобрести. И имеют из себя дома отличный пример современного искусства. Дмитрий Мапти, Григорий Волков. Программа «Время местное».